Уралкалий объявил о наборе на целевое обучение для выпускников школ. Обучение будет проводиться в учебных заведениях в разных городах страны. Как березняковцам и жителям других городов края получить образование при поддержке компании с мировым именем? Об этом мы не только поговорим сегодня в прямом эфире с начальником отдела по профориентации и взаимодействию с учебными заведениями компании Уралкалий Александрой Кетовой. Она сегодня у нас в гостях. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте кратко напомним нашим зрителям в целом, что такое целевое обучение. Угу. Целевое обучение – это когда наш студент-абитуриент принимает решение уже выбора работодателя на момент поступления. То есть мало того, что он выбирает учебное заведение, специальность, куда пойти учиться, но он уже уверен в том, где он будет работать. То есть целевое обучение, если вкратце, это вклад в свое будущее, инвестиции в своего, по сути, работодателя. Замечательно. На обучение каким специальностям Уралкалий проводят целевой набор? Угу. Спектр специальностей у группы Уралкалий огромный. То есть мы призываем ребят в первую очередь, конечно, обратить на наши востребованные направления, такие как горное дело, все, что входит в горное дело. Это маршейдерское дело, это электрификация, автоматизация горного производства, это подземная разработка рудных месторождений. Помимо этого, это горные машины и оборудование. Также мы призываем ребят посмотреть на специальности поверхностных механиков, например, технологические машины и оборудование. Также это автоматизация технологических процессов и производств. Нужно отметить, что есть интересное направление стандартизации и метрология, теплоэнергетика, теплотехника. И важно сделать акцент, что помимо общих направлений, то есть механики, горники, технологи, кстати, не отметила химическая технология и неорганических веществ, можно также сделать акцент, что если, например, ребята хотят пойти на железнодорожный вуз учиться, тоже есть такая возможность. Потому что у нас есть вагон депо Балахонцы, где ребята будут также востребованы. Поэтому если вдруг, уважаемые ребята, вы всегда хотели стать, так скажем, железнодорожником, тоже такая возможность есть обучаться по целевому набору. То есть спектр большой, все направления будут указаны на сайте компании Уралкали, можно будет с ними там познакомиться. И еще важно сделать акцент, что помимо вузов, то есть университетов, мы призываем ребят обучаться в техникумах. То есть тех ребят касается, кто выпускники девятых классов. То есть в техникумах мы тоже заключаем целевые договора. То есть спектр специальностей там немного по-другому звучит, но суть в этом же. Механики, энергетики, ну так скажем, это общее направление, востребованное в компании. Замечательно. Выпускники каких городов могут воспользоваться вот именно этим шансом? Вообще мы не ограничиваем. То есть понятно, что мы живем в Пермском крае, то есть первоочередно ребят призываем с Алькамс-Березняки, плюс Пермский край. Но если ребята будут заинтересованы из других регионов, потому что на самом деле мы живем в таком мире, когда нет границ, и поэтому мы будем открыты к ребятам, если они заинтересуются из соседних регионов, соседних областей, и посмотрят в сторону нашей компании, мы, безусловно, им не откажем, пообщаемся и будем выстраивать цепочку дальнейшего взаимодействия. То есть готовы прямо всю Россию обучить, да? Готовы. Мы открыты, компания открыта. Вот. А какие бонусы получают студенты-целевики от компании «Уралкали»? Вот смотрите, то есть самый главный, наверное, первый бонус для ребят, когда мы говорим, что целевое обучение, что оно вам дает, конечно, это дополнительная стипендия. То есть ребята учатся, получают стипендию, можно сказать, что это как зарплата у них, да, то есть своим умом они зарабатывают. Безусловно, это организация практики на оплачиваемых рабочих местах, то есть во время прохождения этой практики ребята к нам приходят, адаптируются на производстве, знакомятся с нами, мы с ними знакомимся, то есть они уже изучают наш социальный пакет, видят все эти преимущества. То есть после прохождения практики мы предоставляем материалы для написания курсовых и дипломного проекта. Для студентов это очень важно, то есть когда ты ищешь материал, а не знаешь, где его взять, здесь такой проблемы нет у ребят. Ну и, конечно, самый главный бонус, да, о котором мы всегда говорим, и в чем суть целевого обучения, это гарантированное трудоустройство. И важно отметить, что при получении диплома наши бонусы не заканчиваются, то есть когда наш целевик приходит уже работником с дипломом, как выпускник, мы его трудоустраиваем, выплачиваем подъемные средства, это и единоразовая сумма, которую наш выпускник получает, и можно сказать, такая первая зарплата, то есть ты еще ничего не делал, но ты уже получил зарплату, уже хорошо. И, конечно, жилищная программа, то есть это важный момент, мы ребятам предлагаем либо корпоративное жилье, либо условия по жилищной программе, где они смогут рассмотреть вариант приобретения своего жилья с помощью нашей компании, вот это, ну, такие, так скажем, основные бонусы, не говоря уже про социальный пакет, который является одним из лучших в крае, плюс возможности для карьерного роста, то есть если наш выпускник, молодой специалист, заинтересован в своем развитии, он готов развиваться, проявлять инициативу, конечно, все условия компания для этого создает. Отлично. И в завершении давайте расскажем, куда подростки и их родители, заинтересовавшись этим предложением, могут обратиться и в какие сроки? Мы будем принимать заявление, то есть до 10 июня 2024 года, да, то есть ребята могут сейчас уже начинать это делать, апрель-май впереди, плюс до 10 июня мы будем принимать заявление, ребята могут прийти как к нам в офис, я думаю, контакты мы укажем, да, это в Бересниках, здесь в управлении, мы можем выдать заявление, ребята заполнят, либо мы на сайте компании Уралкали анонсируем все специальности учебных заведений, плюс расположим заявление, тоже можно будет его скачать, заполнить и принести нам. Поэтому мы открыты, телефоны тоже все наши есть, мы открыты к диалогу, можно нам писать, звонить, ну и, соответственно, приходить, общаться, все вопросы, которые есть, обязательно снимем и усилим, так скажем, желание обучения на целевом обучении. Спасибо, Александр, что уделили нам время и поделились полезной информацией, желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что пригласили, взаимно.